Вы думаете налетчики и бандиты с большой дороги это все из ряда несовершенств человеческого общества? Ошибаетесь! Звери способны на такие апперкоты и прочие штучки, что поездка на безобидном велосипеде или байке превращается в ад. Выражение «кроткий как овечка» к барану не относится. Он вечно в боевой стойке, как боксер на ринге и как поддавшие в баре забияки и драчуны готов атаковать. Он так накачан тестостероном, что бомбит все вокруг. Хлев других баранов, а также байкеров и велосипедистов, оспаривая превосходство посмевших промчаться мимо гомо-сапиенсов. Неизвестно, что стало с велосипедистом, которого догнали два рогатых пакостника. Съемка обрывается на самом интересном месте. Один из байкеров решил состязаться в пробежке с бараном с говорящей кличкой Рэмбо. Он установил камеру прямо у него на спине и поплатился за свою наглость мотоциклом, который наверняка придется ремонтировать, а быть может и здоровьем. Велосипедист преследуем самым быстрым животным в мире, соколом, скорость которого достигает 300 км в час. На фоне крылатой ракеты он неубедителен, хотя едет как сумасшедший, на полной скорости по ухабам и камням. Съемка ведется в том числе со спины пернатого преследователя. Хорошо, что гонщик в шлеме. Когти и клюв у сокола такие, что он с легкостью, словно скальпелем, может вытащить позвоночник рыбы и мелкого грызуна. Завидев граждан на колесах, сороки тоже превращаются в неистовых фурий, воспринимая их как угрозу потомству и встречая шквалом атак и укусов. Безумие сорок особенно остро проявляется в Австралии. Они неожиданно превращаются в снаряды, атакующие взрослых и детей, и наносят удары клювом, когтями и даже кусают, оставляя разрезы на коже. Змеи, предпочитающие бегство, встречи с человеком, на велосипедистов почему-то реагируют раздражительно и враждебно. В попытке укусить могут едва ли не взлететь, чтобы достать до ног жертвы. Этому мальчику повезло, он вовремя заметил рептилию и остановился перед самым ее носом, чтобы обойти змею стороной. Проезд по ней мог кончиться тем, что присмыкающаяся попала бы между спиц и уж точно попыталась достать обидчика. В Индии два года назад одна из самых смертоносных змей, индийская кобра, атаковала велосипедиста и его пассажира. Набросилась, но запуталась в колесе. Индийцы разбежались, успев соскочить со своего транспорта. Никто из них не пострадал. И все же самый страшный кошмар велосипедиста – собаки. Все средства передвижения от самоката до автомобиля действуют на них, как красная тряпка на быка. Псов не сдерживает ничто. И они бросаются в погоню, будто мстя человечеству за свою горькую собачью жизнь. Чаще просто лают, но могут и укусить, спровоцировав аварию. Совершенно неизвестно, что они предпримут, если даже притормозив, ты попытаешься пройти мимо. Почему псы так неравнодушны к тем, кто на колесах? На их острый слух звук приближающего транспорта действуют раздражающе. Да и вид его травмирует психику. Кроме того, движущиеся предметы вызывают у них азарт и воспринимаются как добыча. На 18 этапе Тур-де-Франц вскоре после старта на трассу выбежала собака, и один из лидеров рухнул на асфальт. Несмотря на кровоточащую рану, он победил. Собака не пострадала. Нападение медведя – это страшно. Моменты, когда пролетаешь в считанных метрах от разъяренной 200-килограммовой туши, нажимаешь изо всех сил на педали, пытаясь скрыться. Вообще жесть! В интернете полно советов на этот счет. Сохраняйте самообладание, держите при себе перцовый баллончик и так далее. Но когда сталкиваешься нос к носу с настоящей опасностью, не то что про баллончик, и имя свое забудешь. На Камчатке медведь напал на мужчину, и тот защищался от него велосипедом. Хорошо, что мимо ехал автомобиль и отпугнул Топтыгина. Его-то видеорегистратор и заснял жуткие кадры. А здесь велосипедист столкнулся с семейством не самого крупного, но самого опасного медведя в мире – губача. Чего он выжидает – непонятно. Ясно же, медведи не уступят. Хочется крикнуть – сматывайся! Как и следовало ожидать, чаша терпения зверя переполнилась. Он кинулся в погоню, и чем она закончилась – неизвестно. Хотя пользователи пишут, что все окей. Другое дело – нападение парочки индеек. Если и упадешь с велосипеда, то от смеха. Хотя, похоже, индюку – не до шуток. У него брачный период, планы на будущее и солидное положение. Ударить клювом в грязь никак нельзя. И бежит он несчастный, выбиваясь из сил, строя хорошую мину при плохой игре. А вслед за ним – подруга ради которой – и разгорелся этот сыр-бор. Но стоит велосипедисту сыграть в поддавки, как индюк блаженствует от победы, надуваясь от чувства собственной значимости. Тут хвост веером и перья дыбом и грозно наступает на поверженного соперника. Дороги и люди оказывают странное действие и на копытных, превращая их в безбашенных летунов. Проселочная дорога – живописный уголок. Путешествуй и наслаждайся. Но вдруг откуда ни возьмись, выскакивает газель-бак и отправляет велосипедиста в нокаут. Парню повезло, что на нем был шлем, иначе не сносить ему головы, головной убор потрескался и помят. А вот вам задачка из жизни. Что будет, если под колеса велосипеда, мчащегося со скоростью 60 км в час, бросится олень, бегущий еще быстрее? Сумасшедший удар и шок. Удивительно, но гонщик сумел собраться и закончить соревнование. В самый разгар состязаний на трассу вырвался Страус и устремился вперед, нисколько не пасуя перед людьми. Неясно, то ли это в пылу защиты своей территории, чтобы произвести впечатление на подружку, то ли принял спортивный вызов, а Страусу есть что продемонстрировать. Средняя скорость 50 км в час, но может выжить и все 70. Как бы там ни было, никто не хотел, чтобы Страус его нагнал. Мало ли что взбредет в голову птицы с крохотным мозгом и ударом ноги, способным раскроить череп льву. С дистанции пернатый бегун сошел так же неожиданно, как и вклинился в гонку. Милахи-кенгуру тоже могут быть устрашающими. Люди едут по пыльной австралийской дороге, компанию им составляют сумчатые. Идиллия, да и только. Но не слишком ли сильно спортсмены прижали зверей к обочине? Напряжение нарастает. Наконец, у одного из животных сдали нервы. Развернувшись, он прыгает ногами вперед, как заправский каратист. Кажется, все, контузия обеспечена. Но молодому человеку повезло. Не то, что девушке из следующего ролика, которую кенгуру сбил, буквально смел с дороги и сбежал, сделав свое черное дело. Девушка выжила, но травмировала колено, ей пришлось накладывать швы. Всем известно, что коалы сплошное обаяние, самые безобидные и ленивые мишки. Но этого коалу почему-то не оставил равнодушным квадроцикл, продирающийся сквозь дорожную грязь. И он увязался за ним, забыв о своей природной медлительности. Пробежка на пределе сил по слякотной жиже, занятие не из приятных. Любопытно, что нужно этому мишке. А задаченный водитель притормозил, и коала тут же продемонстрировал, что он забыл покой и сон ради того, чтобы обнять шину. Так что желаю, чтобы если кто и преграждал вам путь, то только коалы. Пусть ваши путешествия обойдутся без разбойничьих, выходок косолапых и баранов-рейдеров. В комментариях пишите, нападали ли животные на вас. И обязательно поставьте лайк, если офигели от того, как животные могут нападать на велосипедистов. Делитесь этим роликом с друзьями, чтобы увидев медведя, они мотали подальше. С вами была Марго, всем пока!